Косметический. Кстати, он когда заживет потом, видите, внутри кожи, он потом будет незаметен. Ну а если кто-то заметит, потом будет дружить с кем-то, скажет, что кот поцарапал. Еще неделю назад Варя жила с опухоли в селезенке. Сегодня уже лепит из пластилина подарок маме ко дню всех влюбленных. В апреле прошлого года у девочки начал болеть живот. В городской поликлинике родители успокоили и даже не назначили УЗИ. А два месяца назад МРТ показало, что у пятилетней девочки большая опухоль, больше 4 сантиметров. Нас сразу предупредили, что ничего хорошего, говорили вообще ужасные вещи. Потом, конечно, мы ей все объяснили, потому что она и на все консультации ходила, и все разговоры слышала. Мы ей объяснили, что у нее будет операция, какая будет операция, и она все знает, как есть. Врачи говорят, что новообразования селезенки встречаются очень редко, и всегда это заканчивается удалением органа. Такое могло произойти и с Варей, но во время операции хирурги внезапно пошли на большой риск. Им удалось удалить опухоли и сохранить селезенку. Это очень важный орган иммунной системы. Риск септических заболеваний возрастает в разы, допустим, при вирусных инфекциях. Это у нас еще, как известно, такой кровотворный орган, который влияет на уровень тромбоцитов и эритроцитов. Как мы решились на резекцию? Ну, условно перекрестились и пошли. А что делать? Юритен почти за полвека работы хирургом впервые проводит такую операцию. И сомневается, что в России это вообще кому-то удавалось. Опыт врачей Алдайского центра охраны материнства и детства планируют передать коллегам из регионов. Это поможет сохранить органы сотням детей, у которых, как и у Варя, впереди вся жизнь. Буквально сегодня об этом думала, чтобы поговорить с врачом, когда можно будет улететь. Ну, в смысле, что ей можно будет летать. И хотим улететь куда-нибудь на море, чтобы ребенок все равно как-то более развеялся. И чтобы все равно море лечит. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.